Всем привет, с вами Крейзи. Сегодня я вам покажу самые редкие и эксклюзивные вещи, которые могут быть на вашем аккаунте. Я думаю, у вас не будет даже парочки вещей из списка на аккаунте, потому что они либо появлялись там в игре буквально однажды, либо в игровом плане получить их невероятно сложно, либо же они попросту очень дорогие. Что ж, я не тянул, приятного просмотра, погнали. Первое, и добавлять это я не сильно хотел. Ну просто не сказать, что это прям эксклюзив. Полностью все фуловые персы на аккаунте. К слову, даже у меня не все фуловые, у меня все одиннадцатые, да. Но снаряжение далеко не все есть. Я бы сказал, что прям мало. Вообще-то довольно очевидно, что мало у кого полностью фуловый аккаунт. Но это просто очень дорого или очень долго получить. Но называть это эксклюзивным сложно. И тут же я упомяну еще некоторые вещи, такие как два мастера в лиге. То есть, конечно, это эксклюзивно, в игровом плане это очень сложно получить. Мало у кого есть, конечно же. Но не то, чтобы всем это надо. Если надо, это можно получить. Безусловно. Было бы желание. Также сюда идут общие трофеи. То же самое, это общедоступно. Если хочешь, делай. Получится ли вопрос другой, но попробовать возможно сделать никто не запрещает. Также все тридцать пятые ранги. Все то же самое. Очень сложно в игровом плане, естественно. Но в целом это не то, чтобы эксклюзив. Ну и еще все скины в игре. По-моему, это бесполезно. И в какой-то степени, я думаю, даже глупо. Нечто уже более приближенное, но тоже далеко не у всех есть. Это аватарки с первого по пятый год в игре. И тут же все очень просто. У некоторых нету, потому что в восемнадцатом году они еще не играли. Может даже не знали об этой игре. И вопрос, за что их дают. За то, что ты непосредственно играешь в игру. Хотя бы там раз в год заходишь. Каждого года. Или же как это работает в рояле. Когда-то я там зарегал аккаунт в каком-то году. И каждый год мне прибавляется погоду. Хотя в игре не был я года два. И скорее всего именно этот вариант. Что на самом деле грустно. Если бы было так, что вот ты не зашел ни разу в году. То ничего тебе. Это было бы более эксклюзивно на самом деле. Пишите сколько этих аватарок у вас. Но это я не мог не добавить. Это самая эксклюзивная аватарка в игре. Только официальным ютуберам. Хотя если однажды разрабы решат ее продать. Я вообще не удивлюсь. Ну там за 300 гемов допустим. Ну а чего бы и нет. Было бы кстати забавно. А то что ты и вправду уникальное в игре. Да ну не может быть. Идем дальше. И это с каждым днем все более эксклюзивно. Сделать все 16 безумия во всех трех режимах. И почему же вы спросите. Может быть. А потому что разгрома Супер Сити попросту в игре сейчас нету. И сделать там даже первое безумие не является возможным вообще. Да и будем очевидны сделать это не так уж и просто. Хоть где-либо 16 безумия с помощью какого-то бага обычно. Баг или способ их было на деле там много. Но не факт что вы хотя бы одним воспользовались. Да и по правде говоря я не в курсе. Если вы даже сделаете 16 безумие. Что в профиле оно поменяется. Это же прошлые показатели. Я просто не уверен что что-то изменится. Если вы в курсе как это работает то напишите в комменты. Идем дальше. Возможно это очевидно. Но этого не могло здесь не быть. Это все бесплатные эксклюзивные скины которые были в игре. Я раньше не замечал насколько их много. Но и получить их не так уж просто. Как вы наверное знаете. Их выдают по различным поводам. Ну например к десятилетию компании Супер Сел. Или выдают каждый год в декабре. К новому году. Но самое тяжелое. Что это все таки в разное время. В разные года. Самый первый была наверное Звездная Шелли. В 18. И поэтому я думаю прям все скины из бесплатных. Есть прям у небольшого количества людей. Хоть некоторые выдают зачем-то повторно. Как короля варвара Була. Он был к десятилетию. Его выдавали еще раз через полтора года зачем-то. Но при всем при этом я думаю самый редкий скин. Который есть у наименьшего количества людей. Это все же Челленджер Кольт. Он был к чемпионату мира 20-го года. Так он был еще и платный. И не за гемы, а за обычные деньги. Думаю многие его и купили тогда конечно. Но редкость его в другом. Продавался он только один раз тогда в 20-м году. Больше в продаже он не появлялся. Хотя я бы его купил. Я считаю что это лучший скин на Кольта вообще. Но нет. Почему-то все возвращают. Те же самые скины с Брау Пасса. Говорили что получить их можно только оттуда. А потом же решили их продавать за гемы в том числе. А он же именно эксклюзивный скин. Наверное это даже хорошо. Хоть что-то. Это думаю тоже вполне ожидаемо. Это пины и спреи. Потому что некоторые были правда очень редкие. Такие как допустим за просмотр чемпионата мира. Насколько мне известно. Это прям эксклюзивные пины и спреи. Спреи я не помню чтобы давали. А пины точно их было много довольно таки. Так же с испытаний. Раньше количество поражений было фиксированное. Чаще всего три. И за победу давали спрейчик или пин. Тоже думаю есть далеко не все и не у всех. У меня даже не все есть. Потому что испытания некоторые я не проходил. И чемпионат мира я так же не смотрел. Но есть и еще одни это платные. Которые так же за деньги. Думаю такие есть очень мало у кого. Потому что покупать спреи или значок. По моему странно. У меня некоторые есть. Но в целом такое. Но среди значков можно выделить самые редкие. Первый это спайк в шлеме. Который за спонсорство чемпионата. Платишь 5 баксов. Через недельку приходит в игре значок. Второй за победу в этом же чемпионате. Тоже спайк. Тоже в шлеме. Но с короной. И очевидно более редкий. Тот можно еще купить. Тут редкость больше в том. Что не из игры это делается. И многим попросту лень. Но вот эти за победу в разы ценнее. А какие самые ценные. Я думаю очевидно это за победу в чемпионате мира. Собрать все уже невозможно. Надо было каждый год выигрывать. Хотя бы один. Получают пины такие только трое игроки сами. Я даже не знаю дают ли запасному. Если такой есть. И не сложно догадаться. Что такие пины подобные с 19 года по 24. Самое редкое что вообще может быть на аккаунте в Brawl Stars. Ну а на этом у меня все. Пишите возможно я что-то забыл в комменты. Я почитаю. Понравилось. Тебе лайк и подписка. Удачи и пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok